Доброе утро всем! Это студия Хорошего Настроения. Вторник, 20 января на календаре. Как известно, 2015 год объявлен Годом Молодежи в Беларуси. Поэтому к самым талантливым, к самым лучшим ребятам нашей страны в этом году направлены самые пристальные взоры. И сегодня мы в студию пригласили человека, который знает таланты практически в лицо. Итак, спешим представить. У нас в гостях сегодня председатель Центральной контрольной комиссии Общественного объединения Белорусский Республиканский Союз Молодежи, координатор проекта «100 идей для Беларуси» Олеся Винник. Олеся, доброе утро! Доброе утро, Олеся! Ну и для начала, наверное, об этом проекте замечательном. «100 идей для Беларуси». Ну, наверное, для начала надо ответить, где вы берете всех этих талантливых ребят? Они сами приходят? Как вы их разыскиваете? Доброе утро, Ольга, Александр. Проект «100 идей для Беларуси» уже существует порядка трех лет. Через этот проект мы разыскиваем наших так называемых умняшек. Это светлые головы, которые есть в каждом уголке нашей замечательной страны. Ну как конкретно разыскиваете? На улицах с транспарантом каким-то? С табличкой? Ищем таланты? Блондинок просто ищут светлые головы, сказала же, Олеся. Это аллегорично, они действительно у нас умненькие. Конкурс проходит в каждой первичной организации БРСМ, в каждой нашей первичке школы, вуза, среднеспециальных учебных заведений, даже на предприятиях организации. А вот всегда было интересно понятие «молодежь». Вот оно предполагает, какие возрастные рамки? Оля, все хорошо! Можешь предлагать свои идеи. По нашим нормативным правовым актам, по законам об основах государственной и молодежной политики, молодой человек в нашей стране – это гражданин Республики Беларусь от 14 до 31 года. Такой возраст и вступление в Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Но у меня есть информация, что идеи можно предлагать, даже если тебе исполнилось 35 лет. Это верно? Если вы имеете статус молодого ученого. Ага, то есть сначала получаешь за этот статус, а потом уже можешь свои умные идеи предлагать. Ну а если ты уже вышел из того возраста, что делать с идеями тогда? Вы знаете, безусловно, к нам приходят люди, которые и даже старшее поколение. Мы принимаем абсолютно все эти. Так что можешь приноситься. Я лучше с внучкой приду и все. Ну, как правило, они в соавторстве с молодыми ребятами, школьниками, учащимися и молодыми учеными в том числе. Ну вот с молодыми учеными, в принципе, все понятно, со студентами тоже они учатся, развиваются. Но так как возраст начинается с 14 лет, есть ли вот такие юные таланты, вундеркинды, которые предлагают совсем не детские идеи, серьезные и такие грандиозные, прорывные? На самом деле есть. И в этом году мы решили не просто провести конкурс, но и как-то проанализировать, да, все-таки какая молодежь к нам приходит, с какими идеями, в каких сферах и направлениях. И один из ключевых вопросов для нас стал возраст. Вот кто все-таки идет в науку, либо пытается что-то изобретать и как-то придумывать. В этом году, наверное, одна треть часть, это одна третья часть, это наши школьники. Причем, ребята, допустим, из Гродно у нас есть Арсений, который в седьмом классе изобрел прототип биоморфного робота. Это робот... Страшно слушать даже, не то что. Биоморфный. Он повторяет полностью движение животного. Мальчик объясняет это так, что, допустим, человек изобрел колесо, однако в природе его не было. Но с природы мы заимствовали все для передвижения. Допустим, робот двигается по аналогии движения мускулатуры человека. Он же сделал биоморфного робота, который двигается по... Он взял самое лучшее, там, что-то от ящерицы, где-то от тигра. И для чего биоморфный робот? Вот в сложных ситуациях, чрезвычайных ситуациях, при тушении пожара он полностью управляется дистанционно и может проникать даже в самое там труднодоступное гущу леса, джунглей, озера, болота и так далее местность. Это семиклассник. В Витебской области ребята в соавторстве, два школьника, девятый класс придумали тепловизор. Элементарное оборудование, значит, которое смотрит утечку тепла. В любых административных зданиях в школе буквально сразу же его испытали в ходе выставки. Увидели, где в окне есть небольшая щелочка, и там выходит воздух. Прекрасный прибор. Мы такое только в фантастических фильмах видели. И, безусловно, наша фишка, один из наших победителей, который вошел в десятку, это Павел Бацелев, это школьник из города Старые Дороги, который еще в десятом классе придумал мобильное приложение. Сейчас очень активно развивается сфера IT-технологий, очень много проектов. Белорусская молодежь делает массу приложений для мобильных, для IT-сферы в целом. И этот школьник, Паша Бацелев, разработал мобильное приложение «Химия Х10». Это универсальный решебник задач по химии. В принципе, не нужно его переводить на несколько языков мира. Таблица Менделеева, она для всех едина. Туда вбиваешь несколько формул, и он тебе решает задачку. То есть шпаргалка такая универсальная. При этом скачали приложение на сегодняшний день в Google Play 100 тысяч раз. Из них 650 в Соединенных Штатах Америки. Вот такой человек везде, когда ребенок наш, умняшка такой, уже студент БГУ. И уже сегодня он разработал еще одно мобильное приложение «БРСМ», которое помогает нашим активистам увидеть, какие мероприятия прогнозируются, когда нужно оплатить членский взнос. Возвращаясь еще к юным, талантливым людям, на какую поддержку они могут рассчитывать? Физическую, моральную, материальную? Безусловно. Это же затратное дело, что-то изобретать, что-то придумывать, делать своими руками, опять же. По-разному. Кому-то необходима, к примеру, небольшая сумма для открытия доменного имени регистрации и хостинга. И уже существует виртуальный музей по самым малым городкам Беларуси. Кому-то необходимо, к примеру, 500 миллионов. Вот наш проект – это асфальтобетонные смеси. Это проект Белорусского национального технического университета. Вкратце расскажу, что вот эта смесь используется при прокладке асфальта. А можно открыть крышечку, чтобы наши телезрители увидели? И закатать асфальт. Мы немножечко, да, перепутали с Сашей содержимое этого контейнера. Это вторичные ресурсы, то есть полностью продукция не затратна. Для чего это волокна, которые при замерзании асфальта абсорбируют в себе воду. Таким образом асфальт не разрушается после перепад температуры. Проект автор Лира Светлана, реализуется он при БНТУ Политехник. Уже есть новая стадия, необходимы финансовые вложения. И эти асфальтобетонные смеси уже сегодня лежат в проспекте Держинского кусочки, где прокладывался асфальт. То есть он смешивается с вот этим составом обычного асфальта и получается крепче и надежнее. Вот такой проект. А что еще тут на столе у нас представлено? Поделитесь. Из также проектов победителей это ксерогели. Это нанокомпозиционное вещество. Его называют терминологически гидрооксипат кальция. Используется в травматологии и стоматологии, хирургии. Помогает вместо трещины, где есть, допустим, не перелом, потому что перелом это более сложная, трещина на костной ткани. Данное вещество зеленым способом либо вкалывается, либо наносится и позволяет трещинке, которая, да, немножечко срастись и уже гладкую поверхность выровнять. Это проект «Победитель 100 идей для Беларуси». Это десятка лучших проектов. Это наши авторы Валентина Крутько и Ольга Муская. А сколько авторам, кстати, лет? Это молодые ученые, ученые Академии наук. 32, по-моему, 34 года. А вот эти, кстати, гранулы кто изобрел? Девушка, опять же, очень молодая, 30 лет девушке. Так, что парни, к чему руку приложили? Да, вот это проект парней. Вот сразу видно нужные вещи, а то, понимаешь ли... На самом деле это образцы продукции, которые возможно напечатать на белорусском 3D-принтере. Реализуется при наших университетах. Ребята не только воссоздали модель 3D-принтера, но самое главное, ведь проблема в том, чтобы найти материалы, которые будут печатать. Уже специалисты Сколково и других научно-технологических парков пошли вперед, печатают и биологические материалы. Вот наши ребята нашли способ в 3D-принтер находить свой композиционный материал, которым потом впоследствии можно печатать абсолютно любую фигуру. Такую фигуру в промышленных условиях, масштабах невозможно создать. 3D-принтер позволяет печатать ее. Она полностью соединена, без разрывов, то есть это плотная. И, допустим, для сферы промышленности, автомобильного строительства это уникальная вещь. Ну а что говорить о том, что в медицине в будущем это и возможно, костная ткань и прочее. То есть здесь наши ребята, коллектив авторов тоже шагнули далеко вперед. Теперь я спокойно за наше будущее. Какие гении нас окружают. Дай бог им здоровья и успехов во всем. Кстати, Олеся, мы знаем, что вы пишете диссертацию по социологии. Я начинаю писать работу, так как проанализировали с Институтом социологии Национальной Академии Наук еще в Беларуси. По молодежной политике социологии, политологии ни одной научно-исследовательской работы защищено не было. Поэтому буду надеяться. Ну что ж, мы желаем успехов и на этом поприще. А я, друзья, спешу еще раз представить человека, который нам так много рассказал о идеях. Порадовал нас сегодня. Да, порадовал на самом деле. Итак, у нас в гостях председатель Центральной контрольной комиссии общественного объединения Беларусский республиканский союз молодежи, координатор проекта «Стоидеять для Беларуси» Олеся Винник. Олеся, спасибо большое. Спасибо, Олеся. Хорошего дня и успехов. А вы, друзья, не переключайтесь прямо сейчас. Смотрите новости 24 часа. Смотрите новости 24 часа.